Друзья, добрый день. На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital. Сегодня срочный выпуск, достаточно скоростной. Что называется, многие обвиняли в том, что видео у нас выходят с большой задержкой. Здесь раз в две недели мы пишем. Но давайте по поводу того, что происходит сейчас. И не столько к вопросу о том, давать какую-либо оценку с экономической точки зрения, с политической точки зрения. Сколько к вопросу, что я планирую сделать именно сегодня, что мы планируем сделать в рамках клуба инвестора. В рамках специальной военной операции Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. То есть ударом подвергаются в основном ТЭЦ и подстанции. То есть что это такое? Первое, что вырабатывает электроэнергию. Второе, по чему транспортируется электроэнергия, где идет понижение вольтажа, когда электричество, соответственно, с каких-то магистральных сетей идет уже до конечного потребителя. Опять же, не даю никакой военной оценки. Я не военный, не даю политической оценки. И, наверное, экономическую оценку тоже давать этого не хочу. Просто как я сейчас смотрю на эти вещи. И что стоит для себя присмотреть прямо в настоящий момент. На графике сейчас видно две истории. То есть это индекс доллара и индекс НЛМК. По НЛМК мы отдельно записали большое видео. У нас оно выйдет на канале, посвященный тому, стоит ли покупать час акций российских компаний в ближайшие две недели. Поэтому подписывайтесь на канал. Но давайте посмотрим сейчас на акции Новолипецкого металлургического комбината. Именно в настоящий момент, почему я не обращаю на это особое внимание. Один из самых маржинальных продуктов, которые делал Новолипецкий металлургический комбинат, это динамная и трансформаторная сталь. Что такое динамная трансформаторная сталь? Наверное, всем известно. В детстве часто мы видели такие тонкие металлические решеточки, буква Е, которые находятся в генераторах. Это динамная сталь, которая размещается в роторах. Ротор – это то, что вырабатывает электроэнергию. То есть тепловые электростанции, атомные электростанции. Принцип работы этих электростанций заключается в том, что тем или иным образом нагревают воду пар. Пар, соответственно, вращает турбины. Вращающаяся турбина вырабатывает электроэнергию, которая в дальнейшем идет в сеть. И, соответственно, есть поток большого выработанной электроэнергии. Она направляется в высокомагистральные сети. И на высокомагистральных сетях, соответственно, есть подстанции, которые понижают и распределяют в распределительные сети. Дальше идет электроэнергия с меньшим напряжением, скажем так. Когда происходит разрушение инфраструктуры, что, по сути, происходит? Первое, когда разрушаются трансформаторы, трансформаторы иногда будут восстанавливать. То есть, соответственно, будет спрос на трансформаторную сталь. Да, в Китае есть компании, которые производят трансформаторную сталь, но она менее, скажем так, качественная, чем у Новолипецкого металлургического комбината. Во-вторых, эту инфраструктуру все равно нужно восстанавливать. Будут ли ее покупать в Европе, будут ли ее покупать в Америке, будут ли ее покупать в Китае, тем или иным образом объемы разрушения достаточно большие. Вариант первый. Если вы не верите в российские компании и считаете, что никто из этого ничего не заработает, посмотрите в этом направлении, что можно получать. Второе, если верите, можно посмотреть на акции Новолипецкого металлургического комбината, потому что он, как минимум, будет эту сталь поставлять. У него есть технологии производства стали. Это собственная технология на территории производства находится. То есть, еще раз, трансформаторная сталь на понижение, она тоже тонкая. Динамная роторная сталь, она используется в турбинах, да, то есть она используется в роторах для того, чтобы генерировать электроэнергию. Это первая история. Вторая история, посмотреть на меди, да, то есть некие медные оплетки. Тоже они используются как в трансформаторах, так и в турбинах для того, чтобы производить электроэнергию. Наверное, сегодня на этом все. Короткое видео, я постарался объяснить. Опять же, это не к вопросу о том, чтобы зарабатывать на чужом горе. Это вопрос к тому, что вещи, которые, в принципе, можно сделать, да, то есть на ставка, на некое восстановление этой инфраструктуры, ее восстанавливать необходимо. То есть потребуется в любом случае восстановление. Второй момент очень показательный, да, то есть вот вы на графике видите, это у нас получается за три месяца, каким образом вели себя акции Новолипецкого металлургического комбината. То есть за три месяца минус 40%, за месяц у нас получается минус 35%. Это пятница, то есть 10 октября акция находилась на минимумах, и здесь было там минус 34%, сейчас прибавляет плюс 35%. То есть акция выросла с 71,88 до 76%. Неплохая, интересная история, которую можно посмотреть, берите, пользуйтесь. Друзья, вот такая вот история, да, думаю, она будет кому-то интересно, кому-то полезно. Опять же, не говорю, что это прямо сейчас работает, но определенная точка роста есть, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы получать такого рода видео в оперативном режиме. Буду тоже стараться записывать. Почувствуйте, что называется себя Бобби Акселеродом, да, который в миллиардах, кто смотрел сериал, там, ставили ему некое обвинение, да, вопрос экологичности. Каждый ставит на свое усмотрение, не вопрос зарабатывания на горе, а вопрос в том, что мы все равно живем в этой реальности. У меня все равно есть четверо детей, а у меня есть проект «Миллион за восемь». У меня есть большой интересный проект «Закрытый клуб инвесторов», где мы находимся в едином сообществе, и у нас есть дети, которым нужно сохранить и передать капитал. Я думаю, что здесь есть определенные возможности, и это не к вопросу эмоциональной фрустрации о том, что произошло, а к вопросу каких-то конкретных точечных действий, которые сейчас можно, развивая свое инвесторское мышление, вот так посмотреть на, казалось бы, негативные события. Пока-пока, ребят.